Верный курс и улучшение статистики по многим направлениям. Так кратко можно описать итоги работы в прошедшем полугодии для нашего межмуниципального управления. Оперативное совещание, ключевой темой которого был детальный отчет, посетил начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Александр Березин. Совместно с ним начальник Новоуральского управления Максим Метелица провел оперативное совещание, прежде чем приступить к отчетной части, руководители межмуниципального управления отметили заслуги Новоуральца, оказавшего помощь в раскрытии преступления, связанного с мошенничеством. Также Александр Березин и Максим Метелица поблагодарили личный состав за службу, отметили лучших сотрудников, вручили благодарственные письма представителям правоохранительных органов за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Следом, в ходе совещания были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2022 года. Сделан акцент на роли руководителей и контролей за организацией деятельности подчиненных подразделений, совершенствованием формы методов взаимодействия служб в раскрытии и предупреждении преступлений. Прискрываемость преступлений увеличилась по сравнению с прошлым годом и составляет 76%, что значительно выше среднего областного показателя. Поставленные межмуниципальным управлением задачи по обеспечению правопорядка были выполнены в полном объеме. Удалось снизить число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах города, преступлений, совершенных несовершеннолетними. Удержать на высоком уровне раскрываемость преступлений, значительно снизить количество оперативных краж, выступлений категорий тяжкие, особой тяжкие, совершенных бытом. Обеспечить общественный порядок в ходе проведения всех мероприятий общественно-политической и социально-культурной массовой направленности. Основные вопросы оперативно-служебной деятельности осветил начальник штаба. Учитывая складывающую оперативную обстановку, на территории обслуживания проводятся мероприятия, которые направлены на борьбу с экстремизмом и терроризмом. Концентрированными усилиями удалось не допустить таких проявлений. Работа в данном направлении характеризуется стабильностью. За первое полугодие 2022 года было проведено 61 мероприятие с массовым предупреждением людей, в котором участвовали сотрудники управления. Зафиксировано 5 публичных мероприятий, в том числе был один пикет, который был не согласован с администрацией. По результатам на гражданина наложен штраф 10 тысяч рублей. В целом анализ криминальной ситуации на территории обслуживания свидетельствует о том, что принимаемые мерами в достаточной степени удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой. Несмотря на то, что по ряду направлений оперативно-служебной деятельности остались у нас проблемные вопросы, о чем свидетельствуют полученные результаты в соответствии со статистическими данными, на протяжении 6 месяцев текущего года управление занимает лидирующие позиции в соответствии с оценкой эффективности деятельности. За 5 месяцев, каждый месяц мы находились на первом месте из 41 территориального органа. Надеюсь, что, исходя из полученных статистических данных, свои позиции мы сохраним. По итогам отчетного периода количество обращений граждан в дежурную часть управления сократилось на 15,2%. Практически 40% из зарегистрированных заявлений – это обращения об административных правонарушениях. Четверть составляют сообщения и заявления о преступлениях, в том числе по 1914 заявлениям отказано в возбуждении уголовного дела, по 357 возбуждены уголовные дела. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 7,6%, в том числе общеуголовной направленности на 7,3%, а по линии экономики поставлено на учет 8 тяжких преступлений. Количество тяжких преступлений против личности возросло с 12 до 13. Отмечу, что по всем тяжким составам против личности фигуранты установлены. Позитивные тенденции в работе отмечаются по установлению лиц, которые совершили убийство – 100%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 6 фактов – 100%, в том числе один со смертельным исходом и грабежи – 8 тоже 100%. Активизирована работа по выявлению распрытия преступлений по линии незаконного оборота огнестрельного оружия. За 6 месяцев текущего года с всего поставленного на учет 15 таких фактов сотрудниками ОВД – 10, расследовано 10. Уголовной ответственности привлечено 4 лица. Ну и как положительный момент с применением оружия преступления на территории обслуживания у нас не совершались. Активно ведется профилактическая работа в сфере мошеннических действий. Хотя показатели раскрываемости, как отметил начальник Центра по противодействию экстремизму, необходимо улучшать. Традиционно практически половина от всех преступлений составляет преступления против собственности. 195 фактов и у нас зафиксировано снижение на 36%. В том числе совершенные путем кражи 114 тоже снижение практически на 30%. Мошенничество 52 снижение в 2,4 раза. Но, к сожалению, у нас произошел зафиксированный рост грабежей в 8, рост в 2 раза. Следует отметить, что по-прежнему у нас продолжаются и будут активно продолжаться мероприятия по минимизированию фактов мошенничества с использованием ГИТТ. Профработой облачены практически у нас все организации предприятия города. В районах города размещены информационные плакаты, аналогично как на внешнем ограждении нашего управления. Информационные ролики систематически на постоянной основе у нас транслируются на интернет-ресурсах, также по ее управлению. Кроме того, в текущем году в управлении инициативно организованное проведено ОПМ «Внимание машины». Отдельно отмечены пункты работы межмуниципального управления. Это охрана порядка во время массовых мероприятий, помощь в пресечении распространения новой коронавирусной инфекции и работа с молодежью. Мы встречались очень часто по разным вопросам. Более 30 заседаний международных комиссий. Была отдельная тема посвящена наркомании. И то, что наркомание и детского преступного деталя проходит, мы это с вами знаем. И, в общем-то, все должны работать в этом направлении. И, я считаю, нужны общественные, мы должны быть в этом направлении до уровня администрации. Это нужно посвящать такие вопросы вместе с управлением образования и так далее. Потому что молодежь нашу надо предостерегать. В административной комиссии большая помощь была оказана в средстве и более материалов по межведомственной рабочей группе, связанной с распространением коронавирусной инфекции и родильной благодарности. Более 150 партнерков, проверено более 200 торговых объектов и более 100 единиц общественного транспорта. Хорошо поработали и, в общем, в какой-то степени способствовали и распространению коронавирусной инфекции. Отдельная благодарность за содействие и осуществление охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Более 15 было проведено, они все межтарные. Межмуниципальным управлением при взаимодействии с органами исполнительной власти и другими правоохранительными структурами в первом полугодии этого года осуществлен комплекс мер по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению надлежащего общественного порядка и общественной безопасности. Принятые меры способствовали сохранению контроля за обстановкой на территории обслуживания. Валерия Акунева, Геннадий Донгузов. Объектив. Итоги.